Здравствуйте! Меня зовут Ольга Сивак, и я преподаю английский уже более 25 лет. Я рада объяснить вам то, что, возможно, вызывает какие-то сложности. А сегодня давайте поговорим об артиклях. Я подготовила вам пять случаев использования артиклей. Давайте разбираться. Первое. Самое простое правило. Артиклей, вы знаете, в английском несколько. Неопределённый a, он превращается в n, когда необходимо, like a book or an apple, и the, определённый артикль, the book, the apple. Ну, или же нулевой, когда вам артикль не нужен вообще. Итак, когда мы с вами говорим про любой предмет, один из, вам нужен артикль a или n, например, a song. I'm listening to a song. Я слушаю какую-то песню. I am listening to a song. I'm listening to a song. Но как только я уточняю, какую именно песню, я тут же меняю артикль a на артикль z. Например, I liked the song which I heard yesterday. Мне понравилась песня, которую я услышала вчера. I like the song which I heard yesterday. Второй пункт. Абстрактные понятия. То, что нельзя сосчитать, потрогать, пощупать. Music. Музыка. И перед этим словом вы не будете употреблять артикли вообще, потому что артикль a вам нужен только для исчисляемых. А здесь неисчисляемая. Uncountable music. I like music. Мне нравится музыка вообще. I like music. Но если я уточняю, например, I like the music of that composer. Мне нравится музыка этого композитора. I like the music of that composer. I like the music of that composer. Пункт третий. Слова, которые выражают либо национальность, либо язык. Чтобы не было путаницы. Если вы говорите о языке, артикль вам не нужен. Например, I like Italian language. Или I like German language. Но как только вы говорите о людях, представителях этой нации, о национальности, вы говорите the. The Germans are very punctual. Немцы очень пунктуальны, народ. The Germans are very punctual. Пункт четвертый. Есть несколько учреждений, которым применимо одно правило. Church – hospital, prison, school. Church – церковь. Hospital – больница. Prison – тюрьма. School – школа. И правило очень простое. Если вы говорите о людях, которые имеют непосредственное отношение к этим заведениям, вам не нужен артикль вообще. Например, дети ходят в школу. Children go to school. Учителя ходят в школу. Teachers go to school. Но вот родители, когда приходят на русское собрание, они идут to the school. То же самое, если вы будете говорить о больнице. Patients go to hospital. Пациенты идут в больницу. Doctors go to hospital. Врачи идут в больницу. А вот, например, те, кто навещают пациентов, идут to the hospital. И точно так же это работает с церковью. Если это прихожане, посетители церкви. Church goers go to church. Они ходят в церковь to church. А вот, если фотограф, к примеру, хочет сделать фотографии церкви. The photographer goes to their church. The photographer goes to their church. Ну и то же самое со словом prison. Criminals go to prison. Преступники отправляются в тюрьму. Guards go to prison. Охранники работают, поэтому go to prison, опять-таки, без артикля. А вот lawyer, к примеру, адвокат. The lawyer goes to their prison. И пункт пятый. Если мы с вами говорим о какой-то компании, как правило, артикль нам не нужен. Например, I work for Nike. Я работаю на компанию Nike. I work for Nike. А вот если вы говорите о том, что вы купили себе спортивный костюм этой фирмы, вы скажете Yesterday I bought a Nike. Yesterday I bought a Nike. Ну что? Я буду очень рада новым подписчикам, вашим лайкам и комментариям. А особенно вопросам. Пишите.